Слушай, если ты хочешь попасть в эту рубрику, ложь или правда, то обязательно подпишись на мой канал. Потому что следующая серия с этим аппаратом будет только с подписчиками. Ну а также ты поможешь добить мне вот эту цифру, до которой мы совместно с тобой быстро дойдем. Привет. За три дня я соорудил вот такую конструкцию под названием детектор лжи. Этим участникам будут задаваться вопросы, где вариант ответа будет верю или не верю. Если участник отвечает правильно, то на него падает пустое ведро. Но в случае неправильного ответа он получает наказание. Страшно. Каждому участнику дается по 100 тысяч рублей. За каждый неправильный код я буду отбирать у них по 10 тысяч рублей. У кого что останется, узнаем в конце видео. Моя девушка начинает первой. Роза, если ты выиграешь большую сумму, ты купишь мне Sony PlayStation? Я себе куплю Sony PlayStation. Заметь, справа от нее находится правда, а слева от нее ложь. На берегу черепахи действительно роняют слезы, так как они избавляются от песчинок, попадающих в глаза. Считаешь ли ты этот факт правды? То есть они плачут, получается, и избавляются тем самым от песчинок. Вот эти милые, добрые черепушки. Это может быть защитная реакция? Ну, любого такая же реакция была бы у человека, у животного. Ты готов оттянуть за рещак? Нет. Сто тысяч! У тебя не отнялось ни копеечки, потому что ты была права. Это действительно защитная реакция организма от попадания в глаза всяких... Всящих. Мы не будем тебя жалеть, но мы будем тебя радовать. У тигра полосатая не только шерсть, но и кожа. Как тигр может быть с кожей полосатой? Ну, вроде-то как раз такое идет, разве нет? Скорее всего, это, ну, неправда. Кожа у них тоже полосатая. Кайф. Давай дальше. Облака не могут двигаться на юго-запад. Правда это или ложь? Почему это? Почему? Не могут? Неизвестно. Ты думаешь, что это ложь? Три. Это была правда, розочка. А все почему? Потому что причиной явлений является эффект кориолиса. Причиной которого служит вращение земли, так как средством любого вращения будет проявление инерции. Вопрос про богомола. Да какие животные? Давай. Самка богомола всегда съедает самца после спаривания. Это правда. А если порассуждать? Я даже рассуждать не буду, я уверен, что это так. Три. В большинстве случаев спаривание богомола происходит нормально. И только в 50 случаях самка съедает самца. Но в моем вопросе для Олега было заключительное слово всегда. Почему не так? Почему? Это неправда. А ведь в этот миф верили многие тысячи школьников, которые потом превратились во взрослых, которые до сих пор верят в это. Ага. Значит, я школьник, который до сих пор в это верит. Событие редкое, но реальное. Первый раз снег шел в пустыне 18 февраля 1979 года. Нет. Это ложь. Что это было? На меня что-то упало, я же почувствовала. Прям упало? Упало. А, я ее потерял случайно. Андрей, случайно? Олег, ты точно хочешь продолжать? Да, давай, прикольно. Ебар любишь? Опять животные. Какую они полоску, да? Да. Люди. Ты прям отгадал вопрос. Ебра черная в белую полоску или белая в черную? Сразу вспоминается мультик из Мадгаскара, где Алекс там считал полоски на землю. Я не помню, какие были. Блин, лево было, справа было, а сейчас лево. Еще раз вопрос. Ебра черная в белую полоску. Справа от тебя правда, слева лов. Нет, все-таки белая в черную, наверное, идет. Я сейчас буду говорить правда. Это окончательный ответ? Да. Ебра черная в белую полоску. Ааа, блин, да как так-то? Европейцы, приехав в Австралию, спрашивали у аборигенов. А что это тут у вас за странные прыгающие звери? Аборигены отвечали кенгуру. Что значило на их языке, не понимая. Это правда или ложь? Сложное предложение. Они такие европейцы, пригоняют на тачках и спрашивают. Что это за прыгающие? А те отвечают, вообще не еб. Что по нашим ушам езжало, как кенгуру. Нет. Но это однозначно? Ну да, если я собираюсь делать. Слушай, а как ты зарабатываешь? Делаю ставки на спортивные мероприятия. А как узнаешь, ну что стоит? Так есть специальный телеграм-канал, ссылка на который в комментариях. А также и сам сайт тоже там. Я накосячил, одной из ведер упала розе на голову. Ничего страшного не произошло, но я должен понести наказание. Наказание такое, я буду отвечать на вопросы вместо розы. Пчела всегда умирает после того, как кого-то ужалит. Я знаю, что вроде так оно и есть, но это так и случайно с богомолом. Я теперь боюсь отвечать. Она умирает. Она стопудово умирает. Три. Ты проиграл, но мы тебя решили пожалеть и положили туда конфетку. Да ладно, я не угадал? Ты не отгадал, это просто конфетка. Мы не станем там еще. Правда ли, что из-за особого рациона кровь летучей мыши не красного, а голубого цвета? Вопрос с подвохом. Дандри, давай быстрей. Вопрос может содержать как правду, так и ложь. Я сейчас от тебя дерну эту ниточку. Если бы летучие мыши или бананы, они что, желтый цвет крови имели бы? Или что? Ничего. Не имели бы. Я все-таки заложен. Я же говорю, они что, бананов от цвета будут? Как я понял, ты не любишь ни насекомых, ни животных, верно? Да, есть такое. Ну рыб ты любишь? Да, конечно. Дельфины спят с одним открытым глазом. В смысле? Ты что? Я тебя боюсь. Да не, они спят у них с одним глазом. Ау, че. Два полушария мозга дельфина спят не одновременно, а по очереди. Пока одно спит, другое бодрствует. Затем они меняются ролями. Таким образом, дежурное полушарие обеспечивает управление телом дельфина. Следит за тем, чтобы дельфин вовремя сделал дох и не захлебнулся. Я вижу эту игру. Ты меня не порвешь и не сдвинешь с этого трона, потому что я король, а ты лишь пешка. Правда ли, что дикобраз может пораниться собственными иглами? Если дикобраз дебил и попытается высунуть из себя иголки, чтобы воткнуть куда-либо, то это правда. Если дикобраз, допустим, умное существо, он не будет выдергивать из себя эти иголки. И то бишь не будет укалываться ими. Что ты хочешь тебе сказать? У дикобразов нет мозгов и это правда. Но я опять же ложь. Думаешь ли ты, что когда крокодил ест свою добычу, он плащет? Я сейчас заплачу, блин. Лох это. Я рассуждал. Я как бы там тоже рассуждал, а хуйня какая-то. Дай ответ. Лошадь или правда? Это ложь. Это не правда. Нет. Окончательный ответ. Да. Олег, у тебя есть время передумать. Пока я включаю слоу-мо камеру. Нет. Ну смотри, я все еще включаю слоу-мо камеру. Да ты наебываешь. Ну что, на счет три тогда, да? Тянешь истежочек? Да. Три. Да, блин. Это знаешь что? Это майонезон у нас. А ты хочешь знать, почему он плащет? Ему грустно. Что за хуйня? А происходит этот плащ, потому что у крокодилов около горла находятся слезные железы. И процесс проглатывания пищи буквально выдавливает эти слезы. Правда ли, что изюм содержит в своем составе тетро-гидро-канабинол и поэтому запрещен к ввозу в Судан и Филиппины? Точно содержит какое-то вещество, из-за которого его запретили в Судане и Филиппинах. Я считаю, что изюм это высохший виноград. А как же булочки с изюмом? Ты мне скажи, как булочки с изюмом можно кушать без изюма? То есть, меня могут закрыть в тюрягу из-за того, что я кушаю булочки с изюмом. Вопрос, на который стоит чуть чем нифига подольше подумать. Вот, она, возможно, мне хочет помочь с этим вопросом. Это ложь. Три. Что ты скажешь насчет того, что самое сухое место на земле пустыня Сахара? Это вопросы, блядь, они все с подвохом. Я понял, слишком поздно. Это неправда. Во-во-во-во, парень, полегче. Так и выиграть можно. Это седьмой, получается, я... Я могу узнать, что было в этой же таковой, вправде? Да, дерни. Да, дерни. В смысле, дерни? Да, дерни, дерни, дерни. Не, серьезно. Да, блин, ну дерни ты, ну. Я понял. А сколько я пойму, Евгений? Нисколько. А, точно. Я же тебе все, да. Правда ли, что на побережье Хабаровского края произрастает морозоустойчивый вид пальмы? Впервые, честно говоря, только устойчивый. Ну, учитывая, что там Приморский край, там климат влажный и теплый. Если бы были морозоустойчивые пальмы, то их бы рассадили, ну, в той же Белоруссии хотя бы. Однозначного ответа я не знаю, но мне кажется, что это все-таки правда. А я тебе поверю. А я же вам верю. Теплый климат. Пальма, возможно, ведь не факт. Я же говорю, что если бы это было возможно пальму поставить в холодном месте, ее бы везде натыкали, но вы со своим теплом. Акулы самые страшные хищники на свете. Но оказывается, они боятся дельфинов. Дельфины. Огромная акула. Боится вот эту маляку. Почему? Я не знаю, я уже все, я логически думаю. Я, я не знаю, просто. Я пытался думать, я не получаю. Значит, это противоположно. Да, наверное, акулы боятся дельфинов. Да, я стал ненормально думать, у меня пошло. Надеваешь наушники, как всегда. Кирилл, ты что-то делаешь? Нахрена? Я не знаю, почему он это сделал, но это необычная пшенка. Я заметил. Блядь! Эфелева башня летом становится выше на 15 сантиметров. Летом? Да, типа летом становится выше. Возможно, это правда, потому что железо в тепле расширяется. А так как Эльфелева башня полностью состоит из железа, мне кажется, она все-таки расширяется. Это правда. Изи деньги. Жалко, что я сам себе спонсор. Не будем тянуть время. Да. И скажем так. Ядовитых птиц не бывает. Я не знаю, если или... Ну, блин, ну. Просто я реально, я уже по такому принципу думаю, что если уж такое-то, блин, если уж крокодилы плачут, то и птицы ядовитые есть. Окей, мы тебя услышали. Ядовитых птиц не бывает. Поперла. Последний, завершающий этап. Да, я долго готовился к ним. Я через многое прошел. Так вот, лоха может разгоняться быстрее, чем космический шаттл. Организано моментально. Прыгнула очень быстро. Настолько быстро, что порой я их не успевал ловить на своей голове. А вот насчет космического шаттла я вообще не владею никакой информацией, потому что космос это не мое. С какой скоростью он летает, я отвечаю, что это правда. Я свободен, словно птица в небесах. Что такое липкое? Мне нужна твоя одежда. I'll be back. Перья лица, смотри, какая. О, господи. Здравствуйте, я мальчик. Как бы я вообще не планировал под этот аппарат садиться, поэтому и создавал его. Но так, как говорится, не ровет чужому яму или как? Ну вот, ты понял. Последний вопрос, ты идешь в душ, в горячий. Владелец компании, которая делает сегвея, умер из-за того, что упал с обрыва на сегвея. Сегвей это та штука, ну типа гироскутера, только с палкой. Типа такая ирония. Это глупая смерть, если он так умер. Не, мне кажется, это ложь. На счет три готов? Да, готов. Раз, два, три. Три, две, давай теперь. Оно не тянулось. Я дернул, а оно не идет. Да потому что там много орбизов. Оно не тянулось. Оно не тянулось. Оно не тянулось. Продолжение следует...